«Помогите, стези тесною, Помогите, стези душу твою». Православные песнопения, удивительные иконописные работы и искреннее видеопослание из далёкой солнечной Испании. Всё это создало особую трогательную атмосферу на открытии выставки в Музее истории города Бреста испанской художницы Хосефы Месы Гарсия. В 25 лет я вышла замуж за Мануэля Хурада Гальбе из Аликанте, очень достойного и любимого мной человека. Он был очень трудолюбивым и всецело отдавал себя семейному кофейному бизнесу, который сейчас перешёл его детям. Мы прожили вместе 64 счастливых года. Нам довелось посетить самые знаменитые города мира, где мы увидели много замечательных вещей. Но ничего меня так не поразило, как иконы разных стран Европы. Выставку мы сегодняшнюю назвали «Немеркнущий свет души» – души испанской художницы, которая работа оказалась в таком далёком нашем городе Бресте. И с огромной радостью и душой она передала эти работы нашего города в 2015 году. И работы не канонические. Мы не можем назвать иконами, мы называем эти её работы художественные предметы, произведениями художественного и изобразительного искусства. Но в то же время сколько души, доброты вложены в эти работы. Потребность выразить свою душу через творчество у Хосефы Мессы Гарсия появилась в довольно зрелом возрасте после 60 лет. Она настолько захотела научиться писать иконы, что даже поступила в Институт иконографии Мадрида. Свои работы художница дарила церквям. Их можно было увидеть на многих выставках в Испании. А теперь её светлое творчество радует брещан. Она не училась 20 лет, как обычно принято, а училась уже в более позднем возрасте. И ей не нужно было зарабатывать на жизни, те работы она изучила и начала рисовать. Она пришла душой и сердцем. Посмотрев эти картины, удивляешься, насколько они красивы, насколько они интересны. Насколько правильно, если люди придут и их видят. Всего в фондах музея находятся 40 полотен художницы. В рамках данной экспозиции представлено 15 прекрасных работ. Оценить силу искусства, глубину и красоту души испанской художницы, выраженную в иконописных работах, все желающие смогут на протяжении месяца. Субтитры создавал DimaTorzok